А сейчас еще один наш друг Гойко, он же Гукер, он же Илья Смирнов Московский народный тыл Рассказы о Ленине У каждого ребенка должна быть мечта Когда мне в детстве читали рассказы о Ленине, я плакал И мечтал научиться писать такие же Итак, рассказы о Ленине для детей Как Ленин в тюрьме работал Однажды Ленина посадили в тюрьму Ну посадили и посадили, и слава богу Только Ленин из дела сидит не любил А принесите мне, говорит Надюша, такое маленькое, деревянное, длинное с пером на конце Чем революционные статьи пишут? Это чтоб жандармов не догадались И вот заглядывает надзиратель в камеру А Ленин сидит и пишет Все, говорит, заканчиваю, что делать И рехожу к материализму и империокритицизму Ну надзиратель покраснел Раскричался Тюрьма, нельзя и все такое Все отобрать хотел А Ленин, хватит книжку И съел Даже не проживавший Все равно, говорит, рабочие Разберутся, на чьей стороне правда Ильич на съезде партии Съезды партии проводились за границей В глубокой конспирации Но Ильич все равно узнавал о них и приезжал Он входил на съезд, ложив руки за спину Ну, товарищи эстеки, что делать будем? Что делать, что делать, не сердцу придам Ленин приехал А Ленин стоит, хитро улыбаясь, и молчит Часа через два кто-нибудь хитрее, да Или аксель рот, спрашивает А вы, Владимир Ильич, что делать будете? А Ленин улыбается и молчит Потому что конспирация для него Превыше всего Именно поэтому Введение Рапкрина В 1920 году Было для меньших Полной неожиданности АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И привели к Ленину Ленин прогуливался по кабинету Заложив руки за спину И произносил речь Извольте видеть, батенька, сказал он Дымит А мне писать письма Луначарскому А то мы с ним третий год не разговариваем Печник работал А Ленин все писал В круге света от лампы И лунные блики Ложились на его лицо Вечером печник со вздохом бросил мастеров С вас, баре, 13 миллионов Миллионы это деньги такие были Ну, на вроде царского полтинника И вы что, так просто уйдете? Удивился Ленин Нехорошо это Зайдите ко мне в кабинет И вы, товарищ Джижинский Тоже зайдите Никто не знает о чем они там говорили Вот только ночью печник сказал жене Эх, Катерина Максимовна Он такой справедливый Такой справедливый Не знаю как мне и жить-то дальше Варищ Варежки Стоит часовую смольную Видит Им идет Ленин В тропINErado пусть И смотрит так Внимаааааааательно С ленинским прищуром Ну что, может там пропуск показать Или как? А часовой стоит, дрожит, слово не выговорит. Ну, чего дрожишь-то? — спрашивает Ленин. Так ведь Мороз, товарищ председатель Совета народных комиссаров, ошелся в часовой. Ленин усмехнулся, покачал головой, а потом варежки прислал. Сначала он думал, тулу прислать, а потом, дай, думай, варежки пришли. С керца финальный. На набережной волке играл оркестр, и вальсы рвались из простуженных труб. — Вот подойди, красивый, погадай, — сказала цыганка. Имназист Ульянов не переворжал губы, но протянул руку. Был теплый март, и в воде плавали черные гдины. — Не буду я тебе гадать, — красивый хрипл, — сказала цыганка. — Бойся черной кошки, бойся женщины с пистолетом, а пуще всего друзей своих бойся. — Выглянул солнце, мальчик пожал плечами. Цыганка, что с ними взять, дура? АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»!